ну что же уже очень очень давно обещал что смогу показать как я решаю проблему с такими гремящими вентиляторами можно заставить их уже не греметь самостоятельно и не менять отремонтировать. у меня все не попадался такой по-настоящему гремящий вентилятор вот он даже даже вот так гремит когда я его еще не включил значит включаю показываю и потом покажу как про это просто очень простая процедура подключаю 12 вольт думаю вам все понятно значит разбираем этот хорошо разбирается скотч снимаем снимаем стопорное колечко она разрезанная ищем где разрез она разрезанная вот так вот у него есть разрез с одной стороны разрез поддеваем маленькая отверточкой чем и тут еще потом такая резиночка стоит колечко резиновое небольшое все вытаскиваем что нужно здесь ну конечно это работает в данный момент только когда у вас здесь втулка латунная когда подшипники ну все там ничего не сделаешь когда ну чаще это чаще всего попадаются именно латунная втулка редко бывает подшипники только очень дорогих значит и тут все просто это ладунная втулка берем зажимаем где-нибудь в тисках это могут быть болтик который сюда влазит вот допустим и сюда с одной стороны ставим в тисочки устанавливаем и с другой стороны точно таким же каким то ну то есть это может быть даже просто болтик на 6 даже желательно значит что я имею ввиду желательно смотрите часто у старого вида советских болтиков вот здесь в торце есть такая даже небольшая выемка как бы на резьбе есть окантовка выступающая и тогда это еще лучше не знаю на чем вам показать наверное тут у меня ничего такого нет ну типа вот такого тут это правда трубочка конечно но сам смысл что подберите такие в гараже болтик где край немножко выступ как бы выступают внутри такая лождинка вообще он тогда ударяет не по всей поверхности чтобы вот не заплескать сам край а он как бы сбоку ударяет и заплескивает глубже чем просто сам край ну и конечно лучше всего тут очень легко ударил попробовал слегка слегка ударил с одной стороны вот сюда ставим а сюда вторую такую же ставим и ударяем то есть вот вставили и чем-то вот так стукаем он немножко с плюсница попробовали мало еще тарахтит следующий еще чуть-чуть еще чуть-чуть а потом чик а он уже плотно сюда вставляется ну понятно что можно немножко туда-сюда пошурудить смазать не получается ну допустим все равно плотновато вот он вставляется но плотно а должен легко иначе он не крутнет он не мощный и тогда подбираете а лучше всего сразу подобрать вот у меня например здесь три миллиметра шток вал я подобрал трех миллиметровое сверло засовываю сюда это как запасной вариант что если он будет немножко мелко плотноват я потом расточу сверлом вот я вставляю сейчас трех миллиметровое сверло и чувствую он телепается значит когда его буду заново ну разбивать сверлом он будет уже да то есть раз это телепается значит она слишком разбито когда я буду потом рассверливать оно будет немножко меньше то есть я правильно подобрал это сверло должно телепаться тут телепается собственно все берем сейчас пойду в тисочки поставлю зажму вот это поставлю и сверху несколько раз постукаю и в общем то это весь процесс с первого раза не получилось допустим у вас может быть так что стукаете стукаете а потом слишком перестукнули рассверлили а он все равно немножко телепается еще раз стукаете то есть но вас никто не ограничивает и вот таким образом можно понятно что он не будет как новый но вы сможете восстановить и какое-то время пользоваться вот и это доступный способ но тут вообще как раз ужас как тарахтит и можно сделать так чтобы он не тарахтел конечно нужно смазать смазывать нужно жидкой смазкой потому что густая не подойдет она во первых немножко еще со временем загустеет и уже будет заклинивать что-нибудь жидкое можно например обыкновенный силиконовую смазку применить или какую-то жидкую техническую ну например силиконовое масло тоже подойдет вот такая задача а я сейчас попробую сделать и покажу что получилось вы знаете решил прямо здесь никуда не идти на большие тиски в маленьких тисочках тут правда я сильно стукнуть не могу но я думаю что и не придется и все таки такой тонкая втулка вот я поставил обыкновенный вот такой для дрели для шуруповерта удлинитель он просто сюда залазит один снизу один сверху и наверное вряд ли получится здесь как-то стол у меня вибрирует все падает все таки придется пойти наверно на улицу но суть такая а вот уже и все пожалуйста немножко я забил скорее всего забился край меня все устраивает я сейчас рассверлю постукаю еще и ставлю шуруповерт немножко поработаю еще шуруповертом ну суть вы поняли да смотрите я несколько раз ударил и у меня уже залазит с трудом в натяг и плотно крутится никакого биения но однозначно сейчас я немножко туда-сюда пошуруповертом когда я туда-сюда залажу там есть рисочка она немножко смажу сейчас мне кажется что он пойдет если не пойдет я еще раз сверлю немножко и еще могу постукать если он замкнул края то еще раз постукав я за мной немножко рассверливаю постукав за мной немножко дальше собственно и все сейчас найду силиконовую смазку чуть-чуть смажу слегка важно чтобы это было слегка но смотрю немножко плотновато то есть если хотя все разница есть насколько хватит еще раз подступаете в следующий раз если ненадолго хватит ну это же решает вопрос вот смотрите вы же слышали как он тарахтел при вас снова это 12 вольтовый аккумулятор от шуруповерта снова его подключаю посмотрю как будет сейчас плюс к плюсу минус к минусу как вам такое как вам такое прямо огонь и да действительно через время он но это вопрос того что замкнулся край он немножко выработается вы стукните еще он дальше замнется ну и в общем то а что нужно что нужно если работает ну прямо огонь огонь ну смотрите обещание я выполнил на самом деле непростая задача была найти такой уж явный супер даже вручную было ну а теперь назад вставляем резиночку и назад ставим стопорное колечко в принципе если вы допустим потеряли резиночку потеряли стопорное колечко абсолютно без него нормально будет работать и без резиночки и без стопорного колечко абсолютно нормально будет работать не заморачивайтесь эти а тут даже знаете значит здесь колечко пластиковое колечко пластиковое сначала потом резиночка а потом колечко они наверно наверно все таки резиночка потом колечко черненькая не разрезанная вот так не запомнил но я думал логика мне так подсказывает колечко резиновая она там все нет уже колечко резинового рассохлость и при установке раз летелось абсолютно оно тут не нужно даже вот я я включал все это было у меня вот здесь то есть она без него нормально себе там нормально работает там магнит его центрирует поэтому если не если вы потеряли если у вас нету если она сломалась не заморачивайтесь без него абсолютно нормально работает если вы вытаскивать физически руками не будете то само оно не вытащится но если есть ставьте конечно улетела стопорное кольцо сейчас буду искать если не найду то не поставлю сейчас поищу конечно но суть вы поняли сверху обязательно поставьте скотч если тот скотч который вы отсюда оторвали назад не прилипляется любите обыкновенный скотч прозрачный домашний обыкновенный лишь бы туда пыль не попадала все остальное не играет никакой роли подписывайтесь на канал очень много таких интересных моментов которые вы можете почерпнуть не только по компьютеру ремонт любой бытовой техники около 400 людей на данный момент нашел я стопорное колечко чуть не выскочено надо с ним работать аккуратней как-то придерживать одну сторону а вторую задевать подставить под низ иначе проваливается не получается вот так заделась резинку я не поставил потому что она раз сохлась ну она тут я считаю что он по большей степени и не нужно увидимся ну и хочу вам пожелать мирного неба для меня это важно думаю что для вас тоже и хочу попросить чтобы вы подписались на канал для вас это не сложно а мне во первых приятно но во вторых это важно для развития канала чтобы такие познавательные видео какие-то так называемые лайфхаки чтобы люди которые не умеют что-то делать могли посмотреть и повторим сделать это самостоятельно не обращаясь к специалистам тем более что когда вы обращаетесь иногда вы знаете что это специалисты иногда вы просто обращаетесь и не факт что это специалист хороший а самостоятельно вы можете сделать как для себя ну тут уже все зависит от того как вы делаете для себя можете и хорошо сделать подписывайтесь на канал